Дорогие друзья, вас приветствует организатор самого необычного и самого необыкновенного фестиваля фестиваля романтиков и энтузиастов. Наверное, единственного в нашей стране фестиваля, который не имеет своего бюджета который построен на желании, на романтизме, на энтузиазме сотен и тысяч людей, любящих море, любящих романтику и, наверное, у которых главной религией является любовь. Поэтому наш фестиваль, такой необыкновенный, продержался в пространстве и, я надеюсь, будет очень долгие годы еще радовать людей. Девять лет. Это девятый год, когда Международный Гриновский фестиваль «Алые паруса» откроет свои объятия всем желающим принять в нем участие. Участие в нашем фестивале бесплатное, это непреложное правило всей моей деятельности. Мы пытаемся сделать для людей как можно больше возможное количество вариантов для того, чтобы они могли реализовать себя, для того, чтобы они могли показать свое творчество, для того, чтобы мы могли открыть новые звезды. И когда зажигаются новые звезды, это всегда прекрасно. И когда появляются новые имена, и когда люди узнают друг друга, и совершаются и браки, и совершаются удивительные дуэты, совершаются удивительные слияния коллективов. Более того, рождаются похожие на наш, но совершенно новые, абсолютно интереснейшие, такие же нужные для вселенной и фестивали, и турниры. И это все прекрасно. Мы являемся толчком, толчковой силой. Поэтому я рада всех вас приветствовать. И те коррективы, и тот необычный вариант, в котором мы выходим в этом году, обусловлен тем, что... Ой, у моей мамы произошел инсульт. И такой тяжелый момент, когда переоцениваешь вмиг все, всю жизнь, и все неприятности становятся абсолютной чепухой, абсолютной шелухой, когда начинаешь радоваться каждому дню жизни, когда твоя мамочка жива. Вы знаете, я научилась радоваться каждому дню, я счастлива каждым днем. Поэтому, несмотря на то, что я не могу выйти на телевидение и привязана к моей маме территориально, я все-таки открою этот фестиваль, и мы все-таки продолжаем к нему подготовку активнейшим образом. Итак, что нас ждет в этом году на Международном Гриновском фестивале Алые Паруса? Ну, во-первых, конечно, сами Алые Паруса поднимутся, и поднимутся они на Морвокзале на такой замечательной бригантине, как Аталанты. Аталанты — это яхта, которую изготовили по чертежам принца Чарльза. Это яхта, которая была изначально бригантиной. Это корабль, своими параметрами по магии небес, которая все время сопровождает наш фестиваль, полностью совпадает с тем секретом, о котором писал Александр Грин. Наши паруса, Алые Паруса, конечно, которые шились на маленькую яхту Морской Академии Мьюсова, они, безусловно, ну, скажем так, на нос той бригантине, но мы оденем на этот нос Алые Паруса, и они поднимутся в акватории нашего замечательного порта. Совершенно неожиданно нам небо подбрасывает встречи и открывает возможности. И, вы знаете, два года, как не было с нами Аталанты, два года она стояла в военной гавани, и вот, наконец, потепление. Потепление, видимо, это связано с тем, что уже небесам надоел раздор, который творится у нас в стране. И вот это потепление сказалось и в том, что Аталанты к нам возвращаются. Хотелось бы только еще добавить, что мы будем иметь возможность на этой яхте провести и бардовский замечательный раздел фестиваля. Когда-то мы начали раздел авторской песни в Одессе возрождать именно с Алых Парусов. И мы сделали чудесную чайхану. И вот эта чайхана, которая завершала бардовскую песню, дни бардовской песни, авторской песни в разделах, в рамках фестиваля Алые Паруса, она всегда завершалась чайханой. В этом году мы просто проведем чайхану. Это самое веселое, это самое чудесное, что есть в бардовской песне и в авторской песне. Потому что люди с юмором, люди открытые, свободные, светлые, веселые, собираются вместе и дарят свой позитив всем остальным. Я надеюсь, что мы сможем обсудить этот вопрос с капитаном яхты. А если не удастся вопрос на самой яхте, то все равно Алые Паруса будут присутствовать. Помимо этого, хотелось бы сказать, что у нас в этом году возродился и раздел, подраздел кинофестиваля. Кинофестиваль огромный, масштабный, проходит в Одессе в рамках своего времени, в июле. А мы имеем тот раздел фестиваля короткометражных фильмов, который предшествовал за год до возникновения Международного кинофестиваля в Одессе. Мы создали такой маленький фестиваль в рамках Гриновского фестиваля. И этот маленький фестиваль позволил очень неожиданно, позволил совершенно незнакомым людям и режиссерам показать свои работы в Голливуде. То есть, Большой кинофестиваль приглашает Голливудское кино к нам, а мы поставляем в Голливуд интересные, яркие, творческие работы, которые там занимают первые места. В нашем жюри по кинофестивалю Гриновскому Алые Паруса, по кинофестивалю киноразделу всегда возглавлял Евгений Женин. И, вы знаете, в этом году была выбрана кинолента. Я открою маленькие, вот чуть-чуть буду приоткрывать так карты, но, конечно, не все, потому что все карты уже откроет сам фестиваль. Но кинолента Алексея Есина, неожиданность, нет, неосторожность, извините, неосторожность. Фильм назывался «Неосторожность» привлек внимание нашего главного гуру по киноискусству. И, вы знаете, мы продемонстрируем этот фильм буквально в ближайшее время на нашем сайте. Будет в Ютубе возможность вам всем увидеть. Ну и также другие киноленты, которые Евгений Женин будет нам представлять уже по мере отбора. Хотелось бы сказать, что в рамках литературного раздела тоже определились очень интересные работы. И среди самых ярких работ сейчас доминирует Андрей Рюриков и Валентина Сурнина. Мы уже опубликовали часть их рассказов. И, вы знаете, эти авторы, одна из них, один из авторов, Валентина Сурнина, мой коллега по журналистике, многолетний стаж работы в журналистике, вы знаете, наверное, открыл ее и как публициста, и как писателя. И, конечно, мы как журналисты всегда все равно видны через свои произведения. Более того, в Гриновский фестиваль в этом году ворвался совершенно неожиданно еще один, скажем так, победитель. И победитель неожиданный, потому что жизнь этого человека была связана с морем. Он в прошлом ходил в моря. У него рассказы, морские рассказы, у него одесские рассказы. Это Сергей Брайко. Мы знаем Сергея Брайко как галериста с многолетним стажем. Но только совсем недавно стали открывать его не только как публициста, но и как писателя. И он открывается настолько ярко и красиво, что очень многие люди захотели стать персонажами его публицистики. Ну, что сказать вам еще? У нас, конечно, будет международная выставка искусств. Безусловно, мы не отказываемся от нее никаким образом, несмотря на то, что площади наши сократились от 400 метров морского вокзала до прекрасного фойе нашего литературного музея. И благодаря Татьяне Лептуге мы опять имеем возможность не только торжественно открыть наш фестиваль в стенах этого чудесного музея, но и представить часть международной выставки искусств, которая будет в этом году, безусловно, так же ярко и красиво, как всегда. Хочется сказать, что международную часть, польскую линию будет представлять Владимир Краня. И я очень рада, что Владимир Краня начал свои польские, чуть не сказала, вояжи, нет, пленеры. Пленеры со своими студентами, многие из которых показали достаточно высокий уровень еще на прошлогодней выставке. И в этом году будут представлены также. Хотелось бы еще заметить, Эстела Мунтян представляет собой не только организатора чудесного авторского проекта «Восход солнца», международного проекта, который в рамках нашей международной выставки тоже представит ряд своих работ, своих лауреатов. Но она также представляет удивительные дарования. И на этой экспозиции вы увидите и батик, и живопись ее учениц, ее учеников. Это тоже будет очень интересно, потому что ученики из разных стран. Конечно, с нами будет Людзянь, это наш китайский автор, и мы счастливы, что он, пребывая в Одессе, настолько вдохновляется ее пейзажами и окрестностями, что остаются кисти его руки, его кисти очень много работ. И часть этих работ представлена у нас в галерее «Ракурс». Будет проводиться и театрально-сценический раздел. На театрально-сценический раздел я пригласила координатором Константинову Марину. Марина Константинова представляет такое театральное объединение, как «Пур ля шанс». Интересные представления, которые они покажут, они покажут даже на открытии фрагменты, покажут зрителю, что его ожидает 19 августа. А где это будет? Ну, конечно же, в доме Перуцкого. Театр Перуцкого набрал сейчас такие темпы, что у них уже проходят и свои представления. И сам Александр Перуцкий, наконец, занял ту нишу, которая при его артистизме, ну, буквально с первых дней мною была, ну, я не знаю, буквально предсказана ему. По нем театр плакал, наконец, театр его дождался. Но чтобы Перуцкий не зависел от оперного театра или от какого-то другого, он организовал свой. Все очень просто в Одессе делается. Мафию нельзя победить, ее можно возглавить. Вот, поэтому, зная все это и зная Перуцкого, я счастлива его самореализации еще и в этой области. Александр Перуцкий предоставил нам возможность провести на его территории и раздел вокала. Безусловно, в вокальном разделе у нас будут участвовать и высокие профессионалы, за плечами которых консерватория, и, конечно же, никому неизвестные молодые исполнители, достаточно талантливые. Сейчас в Координационном Совете Примере, в который я вхожу, в Департамент внутренней политики, прошел чудеснейший фестиваль, автором которого явилась Наталья Корнейчук. Наталья Корнейчук представила такую интересную программу для молодежи, что мы решили ее включить в наш гриновский фестиваль в раздел Гренландии. И наша вся молодежная программа получит еще квест-закваску, настолько интересную, но она, конечно, будет касаться и творчества Александра Грина. В наш диапазон вошел и музей Филатова. Чудеснейшая Юлия Волкун, дочь знаменитого нашего художника, кстати, Волкуна я тоже пригласила на открытие. А открытие состоится, запомните, 16 августа в 12.00 в Золотом зале Литературного музея. Пожалуйста, приходите, вход свободный. Так вот, Юлия Волкун также вошла в нашу обойму, так сказать, координаторов, с учетом того, что она организовала для многодетных детей великолепнейший поход в музей Филатова, интереснейшую выставку детского рисунка, которую мы помогли ей создать в экспозицию. Входили и детские рисунки детей Эстелы Мунтян, детей Алены, Елены, извините, Антипенко. Это многодетная мама. Елена Антипенко не только многодетная мама, она еще и организатор студии «Вдохновение». Наталья Хмелевская. Наталья Хмелевская у нас не многодетная мама, но она ведет свою студию, которая называется «Сказка». И также эти рисунки смогли увидеть все посетители нашего музея Филатова. И я вам скажу, что именно с подачи Юлии Волкун эти ребята смогли получить и помощь офтальмологов. Им проверили всем бесплатное зрение, им всем дали рекомендации, и мы всем помогли в вопросах улучшения зрения, также их родителям. Ну, хочется что еще сказать. Столько всего нового и столько всего разного. Театральная студия, театральный раздел у нас пополнился еще удивительным отделом. Это даже не знаю, как вам сказать. Организация называется «Орхидея». На день рождения мне подарила великолепную белую орхидею организатор чудесной арт-программы, авторской программы, самой организации «Орхидея» Татьяна Пожарицкая. И что вам сказать, они готовят свою программу. Сейчас будет 19-го числа, когда в доме Перуцкого будут проходить чудесные спектакли, а 19-го еще в «Садах Победы» будет проходить потрясающий конкурс красоты. Но совершенно необыкновенный, одухотворенный, романтический, прекрасный, который показывает глубину красоты, внутренней красоты прекрасных девушек. И вы знаете, что самое прекрасное во всем этом, что не будет никаких оголенных тел. Будут прекрасные наряды, будут изысканные манеры, будут удивительные таланты. И один из этих талантов вы сможете увидеть на торжественном открытии Международного Гринновского фестиваля «Алые паруса». Я хочу сказать, что часть той программы, о которой я сказала, это всего лишь малая часть того, что уже готова и что уже нельзя было отменять. Поэтому наш корабль уже идет под «Алыми парусами», и Одесса готова принять наш фестиваль. И вы знаете, я очень надеюсь, что все, кто побывает на нашем фестивале, смогут немножко отдохнуть душой, смогут вспомнить свою молодость, если это взрослые люди, смогут вдохнуть потрясающий дух свободы и романтизма, если это молодые. И, конечно же, если это самые юные, они смогут не только открыть себя и не только поверить в свои силы, а это главное, что мы делаем для них, они смогут научиться мечтать. Так же, как нас когда-то научил Александр Грин мечтать. Девушки мечтают о капитане Грея, капитаны мечтают о своей хасоль. А мы мечтаем о том, чтобы наш фестиваль прошел так же здорово и классно, как он проходил все годы до этого.